Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Давненько Норсгард я не записывал, но всему своё время, как говорится, пора. Пришла и в Норсгард поиграть, тем более меня постоянно в комментариях просят за клан Ворона сыграть и вообще просят только за него играть. Все битвы записывать только за клан Ворона. В принципе, я подчиняюсь просьбам моих зрителей. Хотят, так почему бы и нет. Поэтому сейчас я сыграю за Ворона. Малознакомый мне клан, честно говоря, но иду у вас на поводу, так сказать. Огромная карта на 8 человек. ФФА. Рагнарёк смертельный. Это самый-самый хардкор, по моему мнению. Самое интересное вообще, что может быть. Ну, хотя люди любят и командные тоже играть. Почему нет? Тем более, что в командных там бывают... То есть, если 2 на 2 на 2, то можно сыграть сбалансированную карту. Там действительно у всех одинаковые места получаются, а тут ещё не факт, как оно будет. Да, не смущайтесь моему нику здесь. Это я скрываюсь от поклонников, которые решат, что если Халецкий в игре, то надо именно на него и нападать. Так что я смогу хоть спокойно поиграть некоторое время. Ну, конечно, придётся после этого видео ник сменить. Естественно. Так, исследуем территорию. Обычно на Рагнарёке... Хотя я тут вижу, что нету побережья. Боюсь, как бы нам... Нам надо 3 побережья, чтобы было 3 места для построек гавани. Ага, есть овечки. Уже приятно. Так, есть руинки. Давайте, наверное, сразу колонизируем. Руинки пока нету смысла спешить с... Исследованием. Вот если будут кораблекрушения, тогда да. Поспешу, блин, вообще как-то... А где проход будет к другим игрокам? Как-то, смотри, тут сейчас окраина и здесь окраина. Офигеть. Возможно... Так, давайте речку сюда переведём. Интересно. Выход тут как-то карты... Вообще, будет ли у меня... Не, я ещё ни разу не видел, чтобы была карта сгенерирована без выхода для игрока. Но вот тут сейчас тоже будет побережье же. Получается, тут ко мне вообще проход... Это с одной стороны и плюс, а с другой минус. То есть, ты не можешь особо... Ой, да, вот смотрите. По побережью ещё... А вот, кстати, и руины. Не руины, а кораблекрушения. Жалко, только тут драугры у нас ходят, бродят. Ну, нам, слава богу, всего один волк рядом. У нас как бы с одной стороны... Хорошая ситуация, нам всего одного волка надо будет убить. То есть, нам достаточно одного воина сделать. А с другой... У меня только четыре территории в начале. А двух драугров двумя воинами ты не убьёшь. То есть, мне надо... Будет сначала добыть... То есть, берсерка сделать. На самом деле, немножко... Медленный старт. Господи, как сгенерирована карта. То есть, у меня выход практически... Я хочу тут ещё закрыть могут. То есть, мне надо очень быстро стараться тут всё. А вот... Вот чёрный. То есть... Дракону. Ё-моё, у меня жопа, короче. Ты очень всё плохо. Потому что... Я не знаю. Дракона в начале фиг убьёшь. И если он заберёт вот эту территорию... А он, скорее всего, её заберёт быстро. Ой, слушайте. Вот тут у нас дерево. Вот это надо быстрее открыть и добыть. Это 200 дерева на халяву. Если он нас закроет... У меня сколько останется? Ну, там уже вулканы кто-то обнаружил. У меня вообще... Знаете, что я даже его обратно верну в жителей. Тут забираем. Ну, серьёзно. У меня получается 5 территорий. Если драконы это забирать. И что мне делать? С 5 территориями. Это даже невозможно будет армию сделать. Никакую. Это бред. Генерация карты мне тут очень не понравилась. Я не знаю, как это можно будет играть. Ну, давайте страдать, конечно. Надеюсь. Да, чёрный ты не нашёл. То есть, это 200 дерева. Плюс ещё тут мы... Дерево пол... И так, эти территориями тоже офигительно нужна. Ну... Так. У нас есть овечки. Наверное, надо быстрее добыть 5 железа. И... Это значит, что надо быстрее... Подобывать дерево тут. То есть, я сначала, наверное, всё-таки поставлю... Рудник. Так, теперь накатить с дерева можно и у... Хотя, может... Просто сейчас у нас дерево будет. Прилично. Ну, хотя бы еда есть. Вы понимаете, почему 5 территорий мало? У вас просто нету места ставить. Тут ещё и всего 2. Эти 2. Да. Ну, я и... Ну, то есть, дракон вполне может успеть эту территорию забрать. Я не знаю, как бы... Но я смотрю, что он пока не... Вот, вот, побежал чёрный. Так. Очень хорошо, что он не туда побежал. Так бы он понял, какие у меня проблемы. Пока он сюда идёт исследовать. Так. Нам чисто 5 железа добыть. Потом я уберу отсюда. Тут мне придётся потратить деньги, чтобы... Больше места. Ну, наверное, не сразу, но надо будет. Коричневый уже не успеет тут ничего добыть. Да. А, тут ещё и коричневый, смотрите, уже практически рядом. Какие у меня проблемы с территорией. Я не знаю, мне может тогда рашить вообще военную ветку? Да. Так. Ну, мне надо вот эту ещё открыть. Поехали здесь. Так. Так. Этого... Тут сразу делаем оленеводов и сразу... Так. И мне надо сразу дом ещё построить. Очевидно. Дом давайте вот тут построю. Я сейчас открою вот эту территорию и вернусь скаутами. Потому что понятно, что здесь будут граничить с коричневым. Как... Как странно... Какая странная карта сгенерировалась. Особенно для меня. Хотя... Давайте ещё, наверное, исследую вот эту и вот эту территорию. Так. Надо дом строить. Здесь отправляем ребят плавать. Не, пускай всё выработают. Это мне надо убрать здесь месторождение железа. У меня тем более есть овцы. То есть я смогу... Немного... Блин. Надо было пробовать до зимы. До зимы надо было пробовать зачистить от драугров, я думаю. Блин, смотрите, и тут коричневый тоже зажат. Охренеть. Ну, то есть у него тут, может быть, правда, нету соседа такого, как у меня. Но... Мы с коричневым у нас примерно одинаковая жопа. Не в плане наших анатомических сходств, а в плане нашего расположения. Так-то я не знаю, какая у него, конечно, и какие у него ягодицы, понятное дело. Да. Не, я мог получить берсерк, если бы я скаута уже пошёл в эти руины исследовать. У меня уже было бы достаточное количество денег, и я мог... Я, наверное, вот это... Вот это зря как бы не сделал, что не отправил... Одного из скаутов. Ну, просто, с другой стороны, надо быстрее это всё исследовать и понимать, какая у нас тут ситуация плачевная. Так, значит, вот этого нераненого давайте сюда. Дальше нам, очевидно, нужны лекари. Блин, придётся их, получается, тут ставить. Так, всё, добыли. Давайте нормального леса. Я даже вторую... Мне... У меня кастрофически не хватает мест, понимаете? Я даже не могу вторую лесопилку поставить. Мне летом надо кровь из носа вот это вот зачищать. И, возможно, мне стоит поставить ещё один военный лагерь. Чтобы четырьмя войнами. Мне надо это зачищать и ставить тут башню. У меня не будет леса для этого. Так, вот, давайте одну овцу уже зарежем. Двух раненых я сделаю воинами. Двух таких. Ну, естественно, у нас будет ещё и берсерк. Тут надо пока ставить оленеводов и гавань. Ну, смотрите, уже коричневый тут. Тоже забирает территории. Ну, если я смогу вот это забрать и дракон мне вначале мешать не будет, ещё более-менее. Но, блин, дракон рядом, это тоже очень неприятно. Да и лошадь рядом не приедет. Тут у всех хорошие кланы. Вот тут только понятно, что свинюшки, скорее всего, будут на развитии играть, а все остальные вполне. То есть мне тут по-любому надо будет идти в военную ветку. Иначе грусть-печаль. Так, значит, берём берсерка. М-м-м, блин, строить мне, не строить. Ну, эту территорию я точно двумя забираю. Нет, давайте я лучше лекарей построю. Сюда я врываюсь летом. Так, давайте раненых, в общем-то, воинами сделаем. Ещё, понимаете, ещё проблема, что тут именно драугры оказались в этом месте, а не волки. Волков бы я зачистил обычными юнитами. Блин, они ещё и стреляющие, прикиньте. Ну, в смысле, метающие копья неприятно. Сразу надо будет отправлять эти руины исследовать. Чёрный, по-моему, кстати, вот эту территорию так и не исследовал скаутами. Это, кстати, его ошибка. Так бы он мог уже мне мешаться здесь. Так, давайте сразу пробовать. Блин, и тут оба стреляющих. Ну, у меня должно хватить силы. Единственное, что может... Дракон мне прибегать, мешать. Вот что, не хотелось бы. Совершенно. Но я не слышал, чтобы он делал воинов. Это слышно, когда он делает. Поэтому, если он просто прибежит одним... Даже он, по-моему, берсерка не брал, кстати. Поэтому, в принципе, норм. И я бы, наверное... О, класс, 180. Сейчас даже в Тана могу быстро выйти. Я сейчас приму... Да. В принципе, я думаю, что надо этого медведя валить. Блин, ну я... Не будет ли у меня столкновение тогда еще и с коричневым? Не является ли это его вторым камнем? Да не, не может быть. Не думаю, что это его второй камень. Так, я сейчас об медведя убью своих воинов. Вот этих. Я их не хочу лечить уже. Ой. Не успеваю убить. Он, наверное, убьет медведя раньше. А нет, нормально. Так, отлично. Блин, не хватает пять очков. Надо что-то... Надо пир может провести. Давайте здесь поставим оленеводов. Так, мне надо две башни срочно строить. Эту забираем территорию. Я не думаю, что коричневый будет против. Все. Уже пир можно не проводить. Строим две башни. Здесь одну. И здесь одну. Так. Стало немножко полегче, но... Наличие дракона в соседях... Меня расстраивает все равно. Так. Теперь давайте еще гавань. И надо лесопилку. Вот здесь. Дом лесоруба, точнее. Да. Очень-очень-очень плохой старт. Ну, точнее как. Я его смог немножко получше сделать, но... О. Побежали. Эльфы уже нападать. Ну, у лошадей обычно сильные эти... Берсерк еще второго он сможет нанять, если не изменяет память. Нет, не сможет. По-моему, у них два, да. Двух воевод. Призвать кузнецовил двух воевод, не тратя железо. Я бы, конечно, сейчас мог на него напасть. Но смысл. Так, что мне теперь надо? Мне бы тут, конечно, вот этот камень в первую очередь собрать. У меня, в принципе, еще... Да, вот это я, наверное, тут оставлю. Этого я сейчас брошу. Сейчас построю здесь. То есть, почему этот? Потому что на эту область могут напасть. А те камни у меня напоследок останутся. Так. Чего этот надо собрать, потом этот, потом этот. Так, теперь... Ребят. Мне, видимо, надо бы... Надо бы уже эту область улучшить и поставить здесь... Еще один склад, иначе... Хотя у нас с едой, в принципе, норм. Так, давайте... Этого сюда. Очень-очень хреновая территория еще в том плане. Например, смотрите, коричневый решит сюда напасть. Это вот прикиньте мне, как надо бежать, чтобы еще успеть. Хорошо, они пока моют территорию. То есть, они только вот эти две территории видят. Что черный, что коричневый. Ну, я сейчас потрачу 100 монет, когда вот 80 насобираю. Тут надо все равно склад ставить. Я пока еще не соберу столько камня, чтобы... Коричневый отстает по... Славе, конечно, пока. То есть, у него... Я ускорился благодаря тому, что здесь быстро... Ну, вот тут черный медлил. Это надо было черному забирать. Ну, хотя, с другой стороны, может, у него там с другой стороны отличные какие-нибудь места. Ой. Которые он, в первую очередь, хочет там колонизировать. Ну, тут мы плотненько. То есть, у меня всего семь территорий, и я не... Ну, возможно, мне еще удастся эту забрать. Эту, мне кажется, стоит отдать... Отдать... Коричневому. Иначе он закусится. Хотя, блин... Может, я попытаться коричневого и черного вынести? Ну, мне больше... Намного больше меня пугает дракон, конечно, чем лошадь. Потому что, если ему дать развиться, то... Не маленькая попочка нам будет, а... Огромная... Попа. Жопа. Мне еще тут нужно гавань поставить. Три гавани мне надо в любом случае. Я пока не могу... Военные лагеря... Придется... Ну, здесь, наверное, стоит военные лагеря построить. С другой стороны, они будут это видеть. Мне надо... Как можно быстрее, наверное, апнуть... Скаутов и идти... Так, давайте уже... Сначала апаем гавани. После... Конечно, после ратуши. Потому что это будет и счастье. Видите, уже ноль. Счастье, и деньги, и наука, и исследование территории быстрее. Следующий житель мне уже... Минус к счастью даст. Кстати, я так понимаю, что... Я хотел сказать, что это эльфы, но это не тут эльфы, тут эти. Я боюсь, что... Ну, вот, кстати, он тут лекарей поставил, тоже не очень... Я не люблю ставить так лекарей, потому что на вас нападают, вы должны лечить. А если я нападу на коричневого, вот здесь он уже не сможет ничего лечить. Например. Блин, какая странная карта-то. Зато камня у меня дофига. Так, ну давайте, наверное, здесь гавань построю. Или лучше подождать аптус. И то, и то даст мне... Наверное, лучше эту щелапну. И то, и то плюс одно счастье. Ну, тут я сразу отправлю морехода, еще одного туда посажу. Блин, я бы, наверное, еще... Уже... У меня довольно много еды, в принципе, и есть еще одна овца. Я думаю, что имеет смысл мне здесь сразу добычу камня сделать. Быстрее, чтобы все добылось. О, ёперный бабай. Четверо. Прикиньте. Ну, это трындец. Ну, что это за подстава такая? Просто трындец. Нет, я-то отобьюсь, но... Это очень неприятно. Если бы сейчас на меня коричневый решил нападать... Но мне надо зачищать и забирать эту территорию. Пускай коричневый... Ну, как бы... А я тогда зря только нападение на себя... Выдержу. Мне сейчас надо будет вылечить берсерка и... Да... Ну, у меня уже... Так, давайте-ка мы одного лесоруба сделаем воином. Я хочу это все зачистить. Ну, блин, отбиться от четырех драугров и потом не использовать это... Я думаю, что это, конечно, расстроит коричневого. Я с ним соглашусь, но... Это надо... Это надо использовать просто. Это плюс к славе. Блин, минус по еде такой. Ладно, зарежу овцу. Или, блин... Нет, минус. Сейчас все равно будет минус даже летом. Ладно, режу. Можно было бы для метели оставить, конечно, но... Ну, тут коричневого, кстати, завалить. Блин, может напасть на коричневого, блин. У меня реально, очевидно, лучше. Он даже, наверное, не успеет... Ничего особо предпринять, мне так кажется. У него вообще всего четыре территории сейчас. У него развития вообще нету никакого. Мне поставить... Два военных лагеря еще просто... И завалить его. Сначала, правда, надо гавань. Иначе у меня будут проблемы со счастьем. О-о-о! А вот и... Собственно... Как бы... То, что означает, что коричневого надо нападать. Кровавая луна. Это плюс 50 к силе. Не ставится гавань, прикиньте. Тут как бы можно ставить, но... Вот из-за этого невозможно. Сейчас еще раз, конечно, попытаюсь вместить ее каким-нибудь образом. То есть, вот это значит, что тут можно как бы поставить. Но она не влазит, видите? Триндец, да? Класс, подстава. А при этом еще и дракон может... Блядь, опять же повторю, что... У дракона слышно, когда он воинов делает. Просто слышно почему-то всем. Не знаю, так эти... Бак или фича? На самом деле. Да, шести воинов тут точно хватит. Даже без всяких улучшений. Ну, у меня плюс будет... У меня оружейник взят, это плюс... 15 процентов. Так, надо улучшить. Сейчас будет... Это должно шесть воинов хватить. У него, правда, блин, два этих... Два берсерка. Может, все-таки восемь сделать. Ну, коричневого надо выносить. Иначе он меня не простит. И кровавая луна просто в тему. Так, ну... Я, наверное, не успею. Да, я, наверное, не успею. Так, значит, у нас будет... Раз, два, три, четыре, пять... Кого-нибудь шестого. Давайте, кстати... Ну, давайте вот этого парня. Так. Так. И так. Все, я думаю, пора. Мы как раз ровненько успеем. Ну. Да, блин, кто там паузы ставит? Очень нефтябрь. Это кто-то с кем-то там, наверное, сейчас переговариваются. Знаете, в ФФА бывают тимплееры какие-то приходят. Сейчас договариваются между собой, что они будут делать на кровавую. Сейчас, я думаю, несколько игроков будет вынесено даже. Кстати, могу быть и я. Но, опять же, я не слышу, чтобы дракон делал воинов. Ага, вон он делает этого. Успел сделать, но у меня просто будет больше сила. Вот и все. Ну, начинайся. Семнадцать. Это, ну, нереально отбить. Если даже... А у него, скорее всего, только... Он не успеет здесь сделать башню. Не. Мне кажется, без шансов. Он делает больше воинов. Видите, он убрал, чтобы сделать лагерь воинов. Но, мне кажется, я должен завалить. Дракон не делает воинов, поэтому... Я себя чувствую спокойно. Вот убрав коричневого, я буду развиваться вообще. А, надеюсь, я его уберу. Надо сразу эту территорию захватить, я думаю. Блин, на кого мне нападать? Наверное, на воинов. Я могу сейчас потерять, конечно, армию, серьезно. Но я новую найму. Да, я могу еще и берсерк. Ну, блин, ну мне надо было это делать. Мне это надо делать. Просто, к сожалению. О, тут еще овцы. Слушайте, это я как-то пропустил. Ну, давай, еще должен успеть. Блин. Ну, коричневый просто уже не жилец. Он не сможет с такой... С тремя территориями, с такой экономикой что-либо сделать тут. Тут вопрос, жилец ли я только. Так, у него минус один берсерк. Да, конечно, без кровавой луны уже не так весело. Терять меня берсерк или не терять? Вот в чем вопрос. А, блин, че я стою? Блин, я, знаете, стою как будто я территорию захватываю. Да, он на берсерка нападает, естественно. Ну, все. Минус коричневый. Да, кровавая луна была очень в тему, и мне повезло, что он вот эту территорию не забрал. А еще повезло, кстати, что я исследовал кораблями его центр. Это он взял защитников, но это слабенькие ребята, они ему не помогут. Так, минус по идее пошел. Отлично. Отлично. Фуф, вот это я хорошо, конечно, все сделал. Так, нам нужен скаут вот это исследовать. Ну, тут как бы... Ладно, давайте вот это я уберу. Я не могу это отремонтировать. А, тут уже нету. Сорян. Блин, надо было тогда этот дом ремонтировать, ладно. Я уже, наверное, просто не успею, хотя бы взять... Хотя бы дерево получить. Слушайте, давайте, наверное, эту колонизирую. И вот сюда как раз надо попробовать отправить чувака починить. Так, этих ребят... Дерево, дерево нету. Блин, сейчас еще зима начнется, жопа. Причем у меня тут жопа. Ну, если с едой все нормально, потому что у меня овцы есть, то вот отсутствие... Так, давайте я, может, лекарей в дровосеке отправлю... Давайте этих лекарей в дровосеке. Так, что я хочу успеть тут починить? Давайте, опять же, учебный лагерь я уберу. А тут лесорубы не апнутые случайно, и дом... Ну, давайте я дом попробую починить. Так, где... Вот, вы слышали? Сейчас был звук, это как раз дракон сделал война. Как мне повезло... Как мне повезло, что дракон на меня в кровавую... Ну, он не рашил. Не, слушайте, а нафиг мне с другой стороны лагерь лесорубов, да? Вообще не нужно. Вот дракаров я бы, наверное, сейчас починил, да. Мне нужно счастье. Мне нужно вот эту территорию. Тут надо башню поставить, и тут. Блин. У меня слишком много башень приходится ставить. И мне мало денег, мне надо еще... Короче, мне много... Что-ка все надо тут сделать? А, слушайте, у него апнутое здание. У него домик тут апнутый был. Нифига себе. Ну, он... Его ошибка в том, что он... Собственно, не захватывал территорию. Он остановился на этих четырех территориях, и все. В Норсгарде это смерть и подобно. У вас хотя бы на начальном этапе 6 должно быть территорий. А для более-менее нормального развития 8. Хотя бы. А чем больше, тем лучше, конечно же. Так, ну тут, в принципе... Ну, блин, наверное, все-таки надо пока перебросить на добычу еды. Ну, сейчас лето начнется, у меня будет плюс, по идее. Странно, все равно минус 8. А, минус... А, это скаут бежал по территории, и лекарь его типа лечили. Ну, давай, начинайся лето. Так, плюс 15. Теперь нам нужно дерево. И нужно исследовать... Ну, вообще... Ну, надо полностью дракона исследовать, конечно. В принципе... Понимаете, мне надо поспешить с его убийством. Мне надо сейчас добыть... Мне надо кузню построить, я думаю. И улучшить инструменты воинов. И, наверное, нападать... Сначала мореходов улучшить. Сначала улучшаю мореходов, потом оленеводов, потом воинов. Потому что я уже открыл улучшенные снаряжения. Это плюс к силе, и надо сносить дракона. Что-то у меня... О, тут оранжевый рядом. Охренеть. Ну, я не думаю, что у меня с оранжевым могут быть проблемы. В всяком случае, сейчас. Так. И я сейчас разведчика сюда второго отправлю. Вторым этим... Так, сначала мореходы, потом оленеводы, потом... Так, и видите, тут еще наемники можно улучшать тоже. Всех улучшим. Пока. Так, надо оленеводов апать. Так, вон тут башню. Ну, меня надо бы тоже, наверное, башню построить. В принципе. Я не думаю, правда, что он эти территории видит. Потому что это была коричневого, он вряд ли там апнул. Блин, я думал, я избавился от одного соседа. Нет, вот, еще все равно сосед. Я не знаю, как так сгенерировать, как тут могли вообще не воевать друг с дружкой. О, вулкан еще, нифига себе. Что-то раненько вулкан проснулся. Так, у нас шесть мореходов. Ну, для начала, наверное, пока на данный момент хватит. Я надеюсь, не выпадет камни вот где-то вот здесь. Ну, в принципе, можно башню поставить. Там... Время, еды будет мало. Потому что мне не нравится. Меня... То есть мне сейчас придется камень добывать, а еды мне не так много перед зимой. Так, давайте, наверное, этих двух лесорубов пока на добычу еды. И эти сейчас улучшат оленеводов. Я их тоже брошу пока на добычу еды, потому что войны будут долго улучшаться. Вот это тоже проблема, потому что отсюда могут нападать... Хотя не достроил. Видите, учебный лагерь, чтобы не тратить деньги и... Так, пока сюда встану. Ну, плюс 20, более-менее. Но сейчас у меня как минимум два... Два места, куда выпадет камень. Который надо обязательно добыть, потому что я... Я фиг убью. Хотя вообще нет. Кстати, я их убью. У меня же уже прокачанная. Блин, ну мне надо следующее... Вот следующим летом реально надо нападать на дракона. Каким угодно образом. Иначе хана. Так, у меня уже 10 территорий. На самом деле это выше крыши, потому что следующий уже дорого стоит. 270. Так-то. О, можно... Можно, кстати... Знаете, сюда, наверное, его отправлю. Одно можно... Улучшить склад один. Да, нормально, я думаю. Блин, мне не хватает... Придурок, мне не хватает камня... Не хватает дерева еще на дно. Ну, сейчас уже выпадут. А надо сразу строить. Давай, 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 давай. Добывай, добывай, добывай. И надо будет пир сразу провести, чтобы быстрее добыть это все. Куда? Главное, чтобы сюда не выпало, чтобы мне не пришлось так... Не выпало, отлично. Вот выпало. Да, как я и говорил, две штуки выпало. И вот тут выпало. Блин, мне сейчас придется что-то... Ну, это вообще такая подстава. Придется склад убирать. Потому что склад дешевле стоит в апгрейде. Зачем? И я не могу здесь... Я уже эту территорию улучшил, понимаете? За деньги. Я не могу здесь еще дополнительную сделать. Да, нормально. С едой я уже разобрался. Еды дофига. Можно пару пиров провести. Можно даже вот этого чувачка одного пускай кует. Блин, мне надо тут поставить, конечно, еще башню. Потому что вот эти ребята могут периодически набегать. Это очень неприятно. Я, наверное, даже отправлю, как он появился. Что там лолит оранжевый. Мэк, эти камни дофига. Я думаю, что я даже... Военные лагеря могу апнуть просто. Будет восемь, и это плюс десять процентов еще к силе. Будет. Да, мне надо в начале лета... Мне надо исследовать полностью черного, короче. Апаем лагерь разведчиков. Апаем вот этих лесорубов. И отсюда одного лесоруба сюда, а второго делаем скаутом. Мне надо за зиму улучшить оружие. Да, ну тут мы успеваем собрать все. Давайте этого в оружейнике. Я даже без йотунов буду нападать. Но вынести дракона, это вам не шутки. Мне надо знать, сколько у него... Сколько он сможет нанять своих этих ребят. Несчастье пошел, но у меня просто... Видите, я не открыл еще странников. Мне далековато. Слушайте, а вот эта штука мне дает счастье? Кстати, вот непонятно, а дает ли эта штука счастье мне вообще? Можно грамма. Ага, это улучшенная. Это не улучшенная. Ну пока три штуки. Три штуки я снесу, я думаю. Три штуки я имею ввиду. Так. Нужно вернуть обратно. Блин, надо мне все-таки еще дерево, иначе мне... Мне надо строить... Еще учебные лагеря. И два апнуть. А, нет, два я уже не апну. Ну хотя бы один апнуть. То есть надо еще тогда один учебный лагерь, я думаю, бахнуть. Четыре. Да, четыре больно. Мне надо больше военных лагерей, значит. Так, значит, это будет восемь, десять, двенадцать. Одного апула, тринадцать воинов. Еды дофига. Денег дофига. Денег дофига. Наверное, еще один военный лагерь. О, плюс, по счастью, отлично. И рост населения. То есть я сношу дракона, и мне как раз надо будет расти. Ну, мне, наверное, надо сначала сюда будет нападать. Мне еще надо двух будет. Блин, пять уже. Блин, у меня слишком много. Мне надо еще вот так двоих как минимум отправить. То есть, ну, чтобы плюс был к силе. А мне, на самом деле, еще двоих надо бы. Но уже ладно. Ладно, пошли, наверное, уже. Ой. Сюда. Правильно, просто. Это три, да? Предположим, всех лесорубов. Блин, всех лесорубов нельзя. О, меня черный как раз. Так, ну все, пора. Одного оставлю. Так, это сколько у нас? 8, 9, 10, 11. Блин, не, надо еще. Ну, блин, если мне не хватит сил-то, понимаете, дракон отомстит. Он, кстати, видите, уже исследует, типа, он, наверное, на меня планировал нападать, но... Ну, 16. Извините, у меня практически такая же сила. Он, конечно, наносит урон всем вокруг, но они очень слабенькие. И в итоге, раз, два, три, четыре, пять. Мне кажется, это мало. А вот это много. Блин. Сейчас мне жопа будет. Ну, а что мне ждать, чтобы он за этой армией ко мне пришел? Понимаете? Мне кажется, он ошибся, атаковав меня. То есть я-то, конечно, потеряю сейчас берсерка, но я сейчас сделаю еще армию и ему хана. Наверное. А он еще делает? Ну, охренеть. Ну, я не знаю, как с этим бороться, честно говоря. То есть... Как мне с этим бороться вообще? Это при том, что я пошел по войне просто, но это какой-то подстава. Я не знаю, клан дракона это жопа. Это невозможно. Не, ну это жопа. Да. Просто сидит чувак, накапливает. И у него... То есть у него даже не особо сильные, на самом деле, они. Но с ними невозможно драться. Это невозможно. И как бы не остановишь... Ладно, давайте, наверное... Давайте, наверное, привлечем наемников хотя бы на эту территорию. Ну как? Как с этим можно драться? Они просто наносят урон вокруг всем. Понимаете? И это при том, что у меня войны прокачаны. Блин, надо было на дракона в кровавую луну нападать. Коричьему бы уже ничего. Мне кажется... У него там и так проблемы с развить. То есть с коричьем вот такой он за лошадь играл. У лошади вот так развиться не получится, как у дракона. Конечно, мрак. Паузы постоянно делает. Я, наверное, не успею уже зайти. Он... Если он сюда зайдет, то я... Да. Я отправлю... Наемников сюда. Он ушел чисто. Блин, не знаю, нападать не нападать. Ну, пять штук. Да, блин, я ж нажал. Не, ну как-то без шансов просто. Я не знаю. Я не знаю. Блин, три осталось. Я вот этим себе снижаю силу. Так, возвращаем обратно. Я не знаю. Звучит confidence. Конечно, хуй. Звучитanda. Звучит Growuş. Сейчас playoffs. Например, вы сможетеijk стырить в нашу жизнь. Звучитно. трендец конечно у меня тут надеюсь у него тоже трендец я не верю что он может это пережить спокойно лично тюрьме намного быстрее будет жители появляться так надо пнуть лекарей это кто-то сейчас этих мореходов о это кстати это кстати наслал мореходов и сюда тоже то чтобы он не убил меня что ли так еды у меня достаточно мне нужны деньги ну дракона надо добить как угодно я не знаю тут кто тут вопрос кто из нас раньше отшуняется по белорусски такое слово есть кто раньше так сколько у меня мореходов 5 надо продолжать мореходов пока уж и денег еды у меня достаточно так следующих надо в в лесорубов да мне надо было на кровавую луну нападать на дракона а не на лошадь моя ошибка он слишком много смог воинов сделать стоит сейчас тратить деньги то есть то что я хотел я открыл если бы еще сейчас синий приборок синюю в соседях поэтому на него насылает тут если бы еще синий прибежал ему добил его было вообще зашибись то есть единственное что не так сделать я напал на коричневого вместо черного в кровавую луну когда я был готов их уничтожать но вы видите как насколько силен дракон несмотря сколько у меня было 15 воинов прокаченных по максимуму заполнено заполнено я даже камень еще не успел но я заберу эти области это не не важно надо дальше камень добывать конечно блин надо бы башню поставить на в моей ратуши потому что иначе а ну там красный там красный побеждает если красный снесет фиолетового ту ну я думаю что-то фиолетового оранжевого вынес я я правда не видел честно говоря тех меня быстро устанавливается население за счет счастья я плюс еще в начале запущу пир в начале лета он мне захватил не самые важные области конечно было много военных построек но я это пережить могу вопрос насколько он быстро восстанавливается конечно тут еще не до улучшал наемников но вы видели сами что он тремя скаутами меня уже исследовал он сам планировал на меня нападать а а так как я завоеватель то мне выгоднее на чужой территории быть они на своей вашей на первый тоже кровавую баню получаю так надо зачищать это место и я пир хотел устроить там красный сейчас победит славой чё там другие шо его соседи смотрят на что не надеются блин все хана походу тут уже не победить если мне еще синий помог давайте может переключимся на если бы мы добили черного у меня было бы еще шин блин я не уверен что я могу успеть тут победить славой ну как же я переключу ладно переключена дня как бы особо наука не нужна уже но блин я не вижу как тут можно успеть за красным всему просто достал остановите 80 процентов да ну слушайте даже если бы я раньше нападал на дракона это просто просто нереально мне кажется вот это эта игра именно спасибо территории просто как-то так я зажат тут был интересно что вы мне в комментариях напишите что то есть даже если я кровавую луну на палпы на дракона и даже если бы ну я боюсь что мы не можем черным помочь я думаю что черные в состоянии напасть он даже наверное вы да и не исследовал ну то есть и мне нападать на черного сейчас никакого смысла нету уже но кстати скорее всего мое тут нападение на черного в конце позволило мне не проиграть я бы вот так сказал иначе он бы меня снес скорее всего пишет 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 что я его не буду атаковать не знаю почему так нам надо продолжить исследовать побережье и надо направить скаутов наверно сторону красного денег у нас достаточно он он играет он не может повезем 80 процентов то есть ему на самом деле осталось территории просто скорее всего да ну да у него есть же этот алтарь усил просто осталось забрать территории все истокол примерно так же как и у нас в общем-то на что он жалуется не пойму так мне нужен мне нужны во первых улучшить дома во вторых здесь поставить башню вот на так это просто тут драугры да мне бы убить всех этих кстати нейтральных персонажей и поставить поставить алтарь алтарь я наверно вот тут поставлю чтобы никто не догадался так что там территории надо было на дракона нападать конечно да в кровавую луну так не надо домики еще поставить количество жилья пусть у меня в ноль а меня заболели люди данных дом все равно можно ставить я думаю сначала дом построю болен тут еще среди у черного вот эта территория ему просто красному пробежать практически нету возможности а можно какие тут поставить дайте здесь поставлю этот алтарь блин еще две территории можно открыть блин нельзя как мы можем успеть остановить то есть мне еще четыре территории это мне надо это 1400 денег на их захват иметь ну и соответственно еще 300 славы я не знаю чтобы он был доходил их вот эти сюда переведу надо дать а не дайте знаете что я даже вот сюда мне надо 10 мореходов, чтобы было. Я улучшу. А, нет, добавляется счастье. Работает, значит, окей. Так, ну я, кажется, все исследовал все-таки. Я так понимаю, что я, что черный, что синий, каждый на друг друга надеется, что мы нападем на красного, но я, как бы, ну, понимаю черного, я не знаю, но это очень тяжело нападать. А, я выиграю. Интересно. То есть, у чувака уже все сделано, ему только территорию осталось забрать, ну там, сколько, 2-3. Я не могу использовать это здание, блин. Жопа, ладно, давайте доисследуем тогда. Так, сколько у нас? 16, если что. Ну, мне надо больше. Несомненно. Так, давайте-ка я переключу на вид войны. Ахой! 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 нет только видишь ой дракон будет на меня нападать что его уговорили нет пожалуйста нет нет не на меня вроде идет это нет просто стоит пока я просто не знаю как могут люди вестись когда 80 процентов у красного типа чон чон на меня гонит честно говоря по моему он немножко до бежит все-таки на меня ну я не знаю зачем ну ладно так мне надо 18 воинов сделать но она разберет эту территорию так уж и быть сюда мы свалим сейчас тем более так сколько у него их 12 но у меня разлохматит меня полностью таким этим таким надеюсь синий все-таки на будет нападать на красного так уходим уходим мой блин да блин ну что с управлением этим дебильным в этой игре конченной я не успею доделать из-за этого башню а 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 не но это и кажется нереально или реально а а а а а не ну мне надо было дракона убивать а а а а а и и а а а а а а не говорите шо я от отбился ничего себе вот это поворот но он там сделал еще сейчас приплывет ой прибежит просто крат красным победа уже все оно осталось просто территории забрать попробую убедить черного но хочет меня добить конечно понятно а я этот блин откуда взялись там и синий сейчас победит ой блин ну черному очень хочется меня добить очень просто очень поэтому понимаю его желание но одно дело добивать другое дело суки победить есть разница так и там синий по ходу красного все-таки мочит ну сколько я смогу воинов сделать 4 против 5 5 деканидов еще и 18 сила ну можно наверно уже бегать писать да моя ошибка что я на красную луну не убил дракона вот и все но и ну его ошибка он тут не победит тут уже победит либо синий либо красный у него ну конечно в клан дракона иметь это какое-то говно это просто он как как этот как клан быка тоже не останавливаемый вот только в начале можно убивать понимаете все в дальнейшем ну вот что вы что вот это вот то есть он не тратит особо каких-то ресурсов на свою армию они не сильные как не как не известно что да моя ошибка в том что я именно на коричневый ну конечно старт просто мрак я в это таких плохих стартов я давно не припомню честно говоря не надо было коричневого это было драконом он бы не отбился тогда ну собственно как коричневый не смог отбиться так и дракон бы не отбился а у них еще там ну практически нету брони у этих ребят то есть он бы не успел даже особо мне нанести урона я бы его снес жалко и не было открыто там помню же было открыто уже ратуша вот это это точно было открыто не помню было ли видно ратуша в дальнейшем эти глянем ну тут синий он тянется сторону красного и он на него только да ну сколько вот у красного тут раз два три 4 5 6 7 8 9 10 территории мы 4 территории еще а у синего больше раз два три 4 5 6 7 8 9 10 1 12 кстати я ставлю на то что скорее всего синий сейчас победит внезапно ну у черного просто нету ресурсов то есть тут единственное что она он синий красный пошел на него нападать это кстати правильное решение со стороны красного жалко не видно самой битвы вообще и обычно клан кракена тоже к концу игры очень сильно но кракен по-моему муж несколько раз посылал своих этих призрачных воинов знаю надо короче клан драконы слишком круто ну нафиг как и это быка там этот просто быка это вообще клан для тех кто особо не хочет заморачиваться можно вообще бегать одним берсерком ну-ка он накопает там все себе его пусть там почти него невозможно убить на какие у них эти у этого нужны грамма а у этого норны и чё хочу черный идет 7 не знаю хочет таунера красного хочет убить добить во всяком случае ну синий потерял всю армию знаю нападать конечно на медведя зимой тоже не очень приятно ну короче там ничего не видно ладно я останавливаю запись на это включу только когда что-то будет интересное происходить вот еще посмотрите отлично не затухающая ненависть плюс 10 к силе атаки против соперника за каждое условие победы в котором у нас опережает торговля предание и слава то есть тут все опережает дракона хотя вот в торговле нет наверно все конечно ну как минимум 20 процентов имеет просто 20 процентов ко всем личным 20 процентов дизаж ну просто просто на ровном месте вот даже делать ничего не надо для этого даже не так плохо играть надо для того чтобы от всех отставать и иметь 20 процентов плюсы зашибись бонусы то есть мне надо например чтобы иметь 20 процентов 10 мореходов посадить 10 10 мореходов чтобы они работнули 10 торговцев там медведю надо иметь зимой 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 только 10 процентов к устойчивую то есть к ну вот правда плюс один процент к силе ваших бойцов за каждые сто очков славы но извините опять же то есть сейчас он имеет только 15 процентов в то время как дракон и при этом надо хорошо играть ему нужно славой можно славу накапливать зашибись до кланы делают у краке на еще помню чок силе нету мрак вот как 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 против этого сопротивление было вначале в зародуши на кровавую луну нападать да я я ошибся здесь в этом плане ну то есть ты потом просто не можешь против дракона стоять никак и он просто клепать и этих я ну вы видели сколько я бился против него клепает 4 дракони до убивают любых прокаченных четырех воинов там воинов кого угодно пришел ну то есть не смог дракон убить войска красного он отошел теперь вот красный пришел добивать синего мрак а синий не фокусит видите юниты собственно как бы и красный не особо фокусит но это все это поражение синему синий вот синий тоже сглупил ему надо было черного добить на самом деле он уже кидал туда кидал эти призрачных воинов я думал рассунки он может другой стороны придет и черного добьет а он зачем-то пошел с как так самоуверенно решил блин там красного убьет ну ну а он кати может сразу заходить на территорию он решил сначала этого забрать не заходит видите судя все чё тут ждать тоже все почему он уходит черный вроде не нападает чё-то непонятно ну серьезно чё он отошел я подумал может кракен наслал на него призрачных воинов нет тоже нету странно жалко киша эту территорию не открыл не странно тем временем уже 83 процента красной наукой победу то есть зато маленького бедного ворона завалили они не а я вот сто процентов могу сказать что черный синим не могут вдвоем убить красного вот сейчас они это просто не могут сделать что-то сейчас решил прийти наверно решил слить армию дал синему восстановиться и только потом приходит я только не понял почему он тогда его не добил у медведи еще дешевые эти щитоносцы поэтому он щитоносцами атакует ну теперь то уже наверно все черный ничего не делает источник порту был мне наверное мимик где-то у красного еще может быть кстати вот этими драконидами пачку щитоносцев как вы понимаете сложновато завалить вот как раз медведь это тот клан который против драконидов может стоять даже я блин против них стоял то есть тут проблема не в том что они даже сильнее в том что у него экономика не так проседает как у клана ворон ну как у других кланов при потере такой армии принципе все нафиг ему юниты просто просто получаем урон и пробегаем ужас то есть вот это клетка дает ранящий замедляющий всех кто проходит сквозь никогда жалко я нифига не вижу правда но я ставлю на то что отобьется красный но даже если тут будет сейчас черный что-то захватывать эти вот захватывают территории то есть сколько до центра там у красного просто ну постольку поскольку эти территории он даже уметь и не забирал плюс 15 процент плюс 10 процент к атаке бойцов все нафиг на тут жизнь вероятность что красный может быстрее наукой победить чем черный мог бы его забрать хотя не на раз не так сильно она тут накапливает что-то кажется что красным просто хочет победить да елки-палки чё за икота напала да блин красный хочет победить доминации то есть вынести черного тоже вот черный забрал эту территорию ну то есть короче я думаю вовсе ну свинослон я думаю понятно что это русский был но он обратно возвращается армия серого разбитая так что я думаю просто осталось дождаться победы наука и все а нет я ошибся красный прибежал чёрного выносить таки институт это зиму мне кажется дракон а нет переживет но умрет буквально весна и я да заслуженная но блин так я просто не хочу своих драконов видеть как 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 и быков кстати еще можете кто-то из вас может сказать что йоту на в зря не сделал но здесь йотуны не отыграл ли на свой рейтинг видите мы вообще не жалеют юнитов через этот газ проводят он только собственно пофигу да он уже не может много драконидов сделать он прям решил нападать на его территории или ли как все ну все с победой сейчас еще глянем конечно статистику если будет возможно потому что не интересно что проседала ли экономика у черного или нет плюс 0 дали рейтинг значит где у нас так я хочу чисто оставить себя и черного что от кровавая луна до коричневого вынес вот это я собрал и после каменного вот тут я нападал на черного ну с едой в принципе у него все было норм даже у меня уменьшилась да вот тут у меня вынес у него так и оставалось то есть не заряду что у него было меньше еды в итоге никак не сказался то что он там сделал армию дерево но тут это я построил тут как бы она не особо повлияло опять же тоже нет не было никакого минуса но тут он нанялся собственно как и я нанялся у него по людей и он даже быстрее их восстановил чем я прикиньте вот вот такой клан дракона зашибительный ну тут примерно да вот вот по населению вот у меня умерла мои войска умерли наверное надо было нападать конечно и хотя бы даже не знаю но у меня по я помощи всех юнитов воинов сделал я мне надо было только если еще моряков делать но это бессмысленно потому что тогда я теряю силу у воинов когда я выбираю моряков но как эти быстрее восстановилась видите население потом он еще раз пришел и убил уже окончательно дружину тут такое да ну в общем ошибка ошибка была в том что я на кровавой луне не дракона вынес коричневого вот тут надо было нападать на него вряд ли бы он ну правда опять же на дракона больше надо было бы военных лагерей строить ладно чё уж вот такая партия получилась спасибо что досмотрели играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и